Когда в стране Украины начали происходить эти события, я влез на ненужные сайты. Антимайдан, Юго-Восток, Новороссия. Начал смотреть российскую пропаганду. Она просто как зомбировала, до того забила мозг. Я понял, что когда началась братоубийственная война в стране Украина, я поехал вступать в армию ДНР. Там ты вступил в ДНР? Да. Где ты служил? Служил в пехоте. Какое тебе оружие выдали? Выдали оружие, автомат, АК-545. И еще что-то? На позициях были гранаты. В госпиталь я попал после контузии в Широкино. После трех дней держинки, четырех, как я думаю, меня отправили в больницу в Новоазовск. Да, я не мог найти свои документы. Я уже разочаровывался на тот момент в армии ДНР, ЛНР. Просто разочаровывался. И хотел написать рапорт и пойти сдаться украинскому правосудию. Не смог найти документы, я через заживку по дороге пошел прямо через село Широкино и добрался по прямой дороге к украинским военнослужащим, с украинской территории на украинскую. Хочу обратиться к ребятам, которые уже поняли, что армия ДНР и армия так называемая ЛНР воюют против своего братского народа. Ребята, сложите оружие, возвращайтесь по домам. Вас вели заблуждение. Надо, чтобы была единая Украина, Донецк, Луганск. Возвращайтесь к своим женам и к своим детям. Сколько уже погибших ребят, сколько погибших стариков, сколько погибших гражданских людей. Ребята, сложите оружие и возвращайтесь. Граждане Украины, матеря, отцы, мои родители, все мои близкие, все матери Украины, я прошу у вас прощения за этот поступок. И всем ребятам, которые находятся на территории Украины и которые еще мечтают о русском мире. Ребята, выбросьте эту идею из головы, живите в Украине, свободной, европейской. И будет полный порядок.